Всем привет! 25 мая 2023 года ровно в 16.00 по центрально-европейскому времени в игре SnowRunner стал доступен патч 23.0, который включил в себя вот эти вот очень важные Warhammer стикеры. Продолжение следует... И как зефирка в шоколаде отдельное платное дополнение ZX612H Mastodon, о коем собственно это видео. Напоминаю про подписки и лайки, а также о том, что все дополнительные ссылки есть в аннотации и описании. И по традиции начинаю с внешнего вида. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кавычки открываются Дополнение до Mastodon Это возможность расширить Вашу коллекцию автомобилей И получить супертяжелый Крупногабаритный грузовик SX612H Mastodon С тремя ячейками для прицепов Дополнение до Mastodon Не входит в сезонные пропуски Первого, Второго или Третьего года Кавычки закрываются А теперь дополню В игровом магазине SX612H стоит колоссальные 228 400 Напомню, в реальной жизни 186 рублей в зоне RU И 4 доллара вне Имеет массу 24 с небольшим тысячей И постоянно несет с собой Одно запасное колесо 500 литров топлива И еще 50 постоянно в канистрах Изменить это у вас не получится Постоянно включенные блокировки И постоянно полный привод Комплектуется автомобиль Тремя уникальными двигателями С снастями от 203 тысяч до 265 тысяч Что очень сильно напоминает SX605R За исключением того, что SX605R легче Поэтому соотношение крутящего момента к массе У SX612H варьируется от 8,45 до 11,03 Что хуже, чем у SX605R Однако, если мы заглядем в магазины донов То мы обнаружим, что при всей схожести По мощностям SX605R А доны к SX612H Сильно отличаются Во-первых, есть куча покрышек Радиуса 61, включая покрышки с цепями Во-вторых, есть низкое высокое седло А также возможность просто цеплять прицеп Вероятно, именно это авторы имели в виду Под три ячейки для прицепов В-третьих, имеется длинная платформа На три места для грузов В-четвертых, авторы переняли у мододелов традицию Замыкать аддоны группами Теперь, чтобы включить еще одно запасное колесо Нужно установить модуль спасатель Остальные аддоны стандартны И, казалось бы, при беглом взгляде На тех характеристики, на этом все Поэтому немедленно перехожу к испытанию Самым мощным из доступных двигателей Ведь именно он интересен в сравнении с SX605R И мне бы не хотелось никого вводить В заплуждение от ожиданий Но SX605R – главный конкурент Субтитры сделал DimaTorzok 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 Стандартные испытания пройденные Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 и создаст у вас какое-то среднее серое впечатление. Но вот если вы играете хардмод и готовы копаться во всех деталях, чтобы сэкономить пару-тройку минут или пару-тройку единиц топлива, то это DLC точно для вас. Также обратите внимание на то, что благодаря трем разным возможностям по подключению прицепов и полуприцепов можно создавать весьма эффективные автопоезда из нескольких автомобилей. Да, я думаю, это DLC можно смело рекомендовать человеку, который готов тратить на работу с деталями кучу времени, который, скорее всего, в итоге придет к мысли, что на самом деле Mastodon 605R это весьма разное авто. Для всех остальных в описании оставлю ссылку на пару модов, которые схожи с Mastodon и были опробованы мной ранее. Там есть и историческая справка, и мод с большей мощностью двигателей, который может чуть-чуть облегчить вам игру. И на этом все. До встречи в новых видео.